я вот чего открыл сегодня и по свежечку хочу рассказать вам знаете когда какая-то жизненная ситуация она такая неоднозначная трудная что-то очень сильно переживается как говорят там по чувствам микс филинска или расколбас по-русски мы ищем в книгах у психологов ответы и встречаемся с огромным количеством объяснений теорий такая-то теория личности такая-то особенность психопатологии таких-то больных такие-то состояние вот эти знаете созависимость контрзависимость слияние разделение вот потом еще вот эти всякие штуки что если идти идешь а не идти стой ну какие-то такие противные достаточно какие-то тезис от паула каэлью или какие-то еще и вот на моем жизненном этапе когда мне было трудно и больно переживать и обслуживался всяких психологических историй теорий каких-то объяснений я начал искать там в чем я не прав в чем там зрелая личность незрелая какие-то там проблемы в детстве и прочие вещи и вот я скажу в друзья объяснениями теориями консультациями и даже иногда дружеской поддержки я поддержкой то ли меня то ли объяснением ситуации самых разных я пытался свое сердце свое свое сердце живое пульсирующие закрыть от переживаний жизни и обслуживался за это время за эти два месяца очень много чего я понял простую вещь объяснениями я пытался вот это пространство которое пульсирует любит болит зацементировать об есть то есть сердце чувство и пытался зацементировать так вот я пришел к тому что ни одна теория не может дать мне переживание правды жизни и понял что любовь и свобода это вещи которые свобода это часть природы любви то есть лишить любовь свободы это как будто обломать птицы крылья то есть она еще жить будет но на это будет что-то другое я пытался найти однозначность ясность в том что не однозначно не ясно не определено я пытался описать свои чувства и записать их в какой-нибудь там дневник чувств или что-то в этом роде я искал ошибки проблемы в себе я искал какие-то объяснения так вот дорогие мои объяснение это как костыли но жить сердцем это все равно ходить на своих ногах объяснения могут быть анестезией психологически да они могут допонять могут поддерживать нас когда нам больно ступать на ноги и сегодня я ну да понял что я отказываюсь от объяснений я отказываюсь о том что какие бы то ни было знания по психологии применимы ну знание по психологии это как таблетки вот ты зашел в аптеку куча таблеток и написано от головы и от живота но не таблетки лечит и не медицина лечит а лечит враг врач вернее прошу прощения лечит друг лечит живой человеческий контакт и возможность услышать тебя побыть с тобой в твоем трудном переживании собеседник да и может быть если вы вместе поразмышляете и придет какая-то подсказка и сообщение из диалога понимаете когда мы сильно и что-то переживаем мы куда-то очень внутрь проваливаемся очень внутрь своей мульти вселенной если ты очень провалился в свое сильное переживание каким бы оно ни было эйфорическим депрессивными ли может быть разочарованным пожалуйста держи руку ну вот как свободную кассу я не справляюсь мне нужна поддержка мне нужна дружеская рука пожалуйста и там снаружи поговорите со мной мне трудно и тогда ты удержишься ты не провалишься в глубины своей депрессивной субъективности или разочарованности это такая же крайность как и эйфория дисфории эйфории это два сапога пара ты не провалишься в чувство глубокой внутренней правды ты остаешься на связи с людьми которые здесь и которые готовы взять тебя ну взять тебя за руку и сказать и нам нужен что там у тебя которые готовы подставить тазик для твоей эмоциональной рвоты которые готовы нести тебе воду кувшинами для того чтобы тебе промыть свою внутреннюю интоксикацию ну снова жить снова быть нужным и ценным вот а все объяснения это просто как самолечением в пустой аптеке ведь смотрите раньше даже книги были которые давали на дом читать были книги которые только в читальном зале а были те которые в спец хран по особому разрешению сейчас все тексты доступны но насколько читая тот или иной текст о слиянии потери себя растождествление контрзависимости каких-то еще там газлайтингах или может быть вещь других вещах насколько они применимы к тебе тем более если ты находишься в искаженном восприятии переживаешь травму переживаешь крушение старого мира но вы не знаешь как а старая рушится насколько ты вообще правильно принимаешь тебе придут конечно психологи и скажут что это у тебя и здесь пойдет диагностика и всякого рода треугольники тебе нужно сходить на такие-то группы или записаться на такой-то семинар чтобы это проработать послушай у тебя есть живое сердце и иногда она не выдерживает иногда нужны люди рядом со своим сложным не проваливайся не уходи далеко ты там ничего кроме старых протухших теорий и депрессионных мыслей не найдешь но если ты принимаешь правду твоего сердца правду твоей чувствительности ты будешь жить если ты зацементируешь себя правильными истинными я не знаю или тебе объяснят в чем твоя проблема я не знаю встречу ли тебя живым завтра или послезавтра может быть я встречу человека который будет разговаривать знаете как я понял что понимаете что человек заморозился он начинает разговаривать а без эмоционально во вторых он в личном разговоре добрым сердечным хорошим начинает сыпать спец терминами и третий вариант когда сквозь спец термины которые объяснили ему состояние его и которые выдали кстати психологи смотрит на тебя с настороженностью и отстраненностью я понимаю что каким-то образом человек человеку объяснили как прервать чувство собственного сердца собственной внутренней правды вот поэтому я не отрекаюсь от того что костыли необходимы и размышлять над проблемами мы рад мироздание необходимые обучаться на здоровье психологии необходимых учитесь на здоровье ну когда сердцем начинаются неполадки то может быть легкая анестезия объяснение поможет но живыми то вы останетесь только когда вы дрожите если объяснениями теориями вы заблокируете свою чувствительность вам станет все понятно а понятно это это было вот это вот и как работать и вот техника вот дневник чувств вот выписывать надо вот объяснять вы внутри объяснения начнете себя закручивать и вы станете живым не чувствительным холодным а я за то чтобы вы оставались живыми и сейчас я это назидание это говорю не вам о себе конечно я да понял что моя ставка на знание и на понимание несостоятельно а на доверие сердце на близких и родных людей которым не наплевать что у меня сердце останавливается и на доверие руки близких друзей вот это всегда целительно поэтому самого начала моей работы я понял что я никогда не буду даже если диплом получу называться психологом и психотерапевтом я выбрал слово души попечитель и сегодня и сейчас я души попечитель своей души я понял где-то я эту идею теплую хорошую добрую подхватил что пожалуйста поддержи себя так как ты поддержал бы близкого друга мне есть один друг георгий вот вы знаете я звоню ему говорю мне нужно помощь поддержка и он мне сразу сказал я умею слушать я не умею не советовать не давать наводящие вопросы и между нами было тысячи километров я с ним разговариваю я слышу что меня слышат и это меня из моей черной дыры тягивает трындец как вытягивает а вот самое большое трагедии наказание для меня не наказание а как будто травма когда со мной перестают говорить я же готов говорить я хочу говорить у меня здесь много чего и сказать но когда ты рассчитываешь ара диалога нет это больно это трудно так вот не знаю достаточно ли я логично хотя вряд ли все сердечно и нелогично я рассказал вам сегодня ну те пульсирующие и очень чувствительные плоды которые выносил за эти два месяца я вот этими словами хочу их ну как-то завершить что ли подытожить доверяйте чувствование доверяйте сердцу не глушитесь не алкоголем не психологическими теориями не какими-то развеяться типа пойти вот ищите близких которые готовы вас слушать и с вами говорить и говорит это я все себе вам если достанется я буду очень рад но я я рад тому прежде всего что я сейчас слышу себя который еще несколько дней назад верил что понимание дает душе успокоение нет не дает я все понял мне все разложили по полочкам и сам обучаться умею но не понимание дает а жизнь сердце мудрая если я сердцем я мудр но я мудр иначе чем здесь я мудр от ума и от чужих теорий я хочу сохранить и выбираю сохранить сердце чувствительными мудро я не пытаюсь переобъяснять правду своего сердца только потому что психологии блин это называется какими-то терминами это правда моего сердца я ее никому не отдам я ни с кем я ни чьей теоретической правде не позже не 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 поверю потому что у меня есть правда сердце и я готов делиться своей правдой сердце если ты готов делиться своей правдой сердце и это называется эмпатия и близость и по сути выбор жизни выбор жить это значит делиться правдой свое сердце теми кто хочет делиться с тобой вот так чтобы не слишком чтобы не слишком много было я это вот так вот и оставляю и прошу вас если эти слова каким-то ответом были на ваш внутренний то ли мир то ли запрос то ли может вы проходите много лет терапию тренинги какие-то там группы но вот этого никто не сказал я чувствую что это важно понимать и услышать не потому что с вами что-то не так иначе это будет очередная теория а потому что со мной все прям сейчас вот вот так слышать сердце это не позитивное мышление слышать сердце это это не про какие-то там чувства голизм это про другое вот сейчас у меня на глазах слезы у меня внутри все дрожит но со мной все так со мной все так я вернул себе свое сердце я по кусочкам его распихал в разной теории а сейчас прям собрал и я живой и я целостный и я очень чувствительный настолько что слышу ну все хотя вы скажете что это опрометчиво может быть но я еще в большей степени ну когда человек врет себе или когда я вру себе я это слышу я не буду другому человеку говорить ты врешь я просто найду буду искать и искать путь к его или ее сердцу если это нужно и если этот дар эта способность кому-то нужна и приятно познакомиться в новом качестве перед вами душепопечитель зачеркиваем перед вами человек который больше не верит в теории а верит любви свободе и своему сердцу не верит у просто такие Продолжение следует...